Бытует мнение, что отопительные печи и камины сушат воздух в помещении. Вот фрагмент большого интервью с главным конструктором ТМФ Константином Бессоновым, где вы узнаете, что на самом деле высушивает воздух в доме во время отопительного сезона. Насколько при нагреве сушится воздух? Зимой. Зимой, да. Естественно, при отоплении. Ну, судя по твоей хитрой улыбке, я понимаю, что ты знаешь, что этот вопрос довольно провокативный, но, тем не менее, он в огромном количестве голов, он бытует, что вот кирпичная печь воздух не сушит, а железная сушит. Вот электрический какой-то нагреватель воздух сушит, а вот батарея не сушит. И вообще, вот какая из печек воздух сушит, зимой ужас, говорят, я вот включил печку, воздух стал сухой. И как бы вот. Всем известна проблема. Более того, я даже видел где-то в одном из хозяйственных магазинов популярный, что продавец с брендированным там шильдиком объяснял, почему их радиаторы водяного отопления сужат воздух меньше, чем радиаторы конкурентов. Вопрос здесь вовсе не в печке. Вот. Сушит воздух, знаете, что зимой, я это уже где-то говорил, по-моему, в Толином видео, сушит воздух открытая форточка и больше ничегошеньки не сушит воздух, да. Дело в чем? У воздуха есть такое понятие влагоемкость. То есть это, или можно сказать, это предельное значение абсолютной влажности. И она очень сильно зависит от температуры. Чем выше температура воздуха, тем больше воздух в состоянии держать себе водяных паров, именно в виде пара. И чем ниже температура, тем меньше воздух в состоянии держать себе в виде пара. Кто в это не верит, выйдите, пожалуйста, зимой на улицу. И мы увидим, что вся влага, которая летом содержится в виде пары, растворенной в воздухе, она в виде снега, льда, иния и прочих там вот твердого агрегатного состояния воды куда-то выпала. Она лежит сугробами, она намерзла там где-то. Вся влага выпадает. Почему? Потому что при снижении температуры воздуха его влагоемкость падает на порядке. Я вот по памяти не сильно соврается, скажу. Ну, допустим, комфортная температура жилища 25 градусов. Ну, вот летом 25 градусов. Вот максимальное влагосодержание, абсолютная влажность, выраженная в граммах на метр кубический, по-моему, около 23 граммов. Вот когда 25 граммов, при 100% относительной влажности, в воздухе растворено в кубонетре, 23 без копеек грамма воды. А при минус 25 градусах, что для наших с тобой широт совершенно нормально, в воздухе, за бортом там зимой, содержится что-то около полуграмма воды. Больше воздух не держит, да? Что происходит? Мы нагрели воздух печкой, но надо проветривать же воздух. И когда мы открываем форточку или окошко проветрить, мы запускаем с улицы в жилище бесконечно сухой воздух. Но это то же самое, что, представьте, мы живем на подводной лодке, открыли форточку. Моментально вся наша подводная лодка заполнится водой. Точно так же, когда мы открываем форточку зимой, или вентиляцию, или форточку, или окошечко, или дверь, туда заходит забортный очень сухой воздух. И вот это абсолютное влагосодержание, полграмма на метр кубический, при 25 градусах тепла превращается в абсолютно сухой воздух. Вот об этом речь. Никакая печка не сушит воздух. Никакая. Сушит воздух открытая форточка зимой. Ну да, наглядный пример. Можно открыть зимой окно, внутрь в комнату будет заходить невидимый воздух, а с обратной стороны будет валить пар. Не пар, не пар, уже туман. То есть видимый пар, то, что мы в быту назовем паром, это уже жидкое агрегатное состояние воды, это туман, микрокапельки. Так что, уважаемые слушатели и зрители канала, никакая печка воздух не сушит, ни электрическая, ни кирпичная, ни любая из этих металличек, ни чугунная. Сушите воздух вы в помещении, открывая форточки. Ну или вентилируя, что нельзя сделать. Так что вот печка здесь ни при чем, радиатор. Печка сжигает все-таки воздух? Ведь ей же необходим воздух для горения. Ну вот вообще воздух сжечь нельзя, но кислитель. Ну хорошо, я так... Хорошо, все, я понял примерно вопрос. Вот эти мифы о сжигании воздуха печками, они на чем основаны, значит? Ну во-первых, мы уже сказали, воздух нельзя сжечь, это окислитель. Ну кислород воздуха, это окислитель. Тут плавно можно перейти к такой теме, как жаростойкость стали, металла. И есть такое понятие, температура начала интенсивного калинообразования. Я тоже термин написал впервые в 2001 году, сейчас это вот отовсюду, мне приятно тоже, да? Смысл в чем? Что у разных сталей есть разная точка, температура начала интенсивного калинообразования. И жаростойкость, она измеряется в граммах. Вот. Каким образом это берется? Ну на определенную температуру закладывается образец металла, жаростойкой стали или черной стали, или чугуна, и металл нагревается выше температура, начало интенсивного калинообразования. И мы увидим, что этот образец металла, ну стали для простого или чугуна, он будет покрыт вот таким рыхлым слоем окалины. Есть два метода измерения жаростойкости. Либо мы взвешиваем заранее этот образец холодный, затем можно либо взвесить его с окалиной, либо оббить окалину и взвесить вот этот оставшийся образец без окалиной. Мы там увидим на весах интересное преобразование, что образец с окалиной стал тяжелее, чем мы его туда клали в печку, и без окалин он стал легче, за счет чего увеличивается масса вот этого образца, или печки, которая эксплуатируется в реальных условиях, за счет кислорода, который вступил в химическую реакцию с железом. Вот это окалина, это разные виды оксида железа. И вот речь идет примерно об этом, что когда вы накаливаете изделие из металла выше температуры начала интенсивного окалинного образования, да, кислород воздуха вступает в реакцию с железом, и из воздуха оказывается химически связанным с молекулами железа. Но не перекаливайте печи до температуры начала интенсивного окалинного образования. Для черных стали это где-то 350 градусов, 400, для жаростойких стали это от 750 до 1100, ну так что это фуфло все, глупости полные. Вот это поворот. Оказывается, не печки виноваты в том, что зимой воздух в домах сухой. Топи печь с умом и подписывайся на Форнакс. У нас не только много печей и каминов, но и ценной информации. Пока.